Вы смотрите программу «Наше утро» и в этой студии по-прежнему Екатерина Назарова и Данила Саламатов. И сегодня мы общаемся на космические и околокосмические темы. Ну и, конечно, у нас есть еще интересная для вас информация. Да, конечно. В эти выходные в Челябинске пройдет финал этноконкурса «Уральский Батыр». Этот фестиваль направлен на выявление всестороннюю поддержку талантливых и развитых детей, подростков Челябинской области из башкирских семей. Как же отбирали лучших, узнаем у гостя. У нас в студии Амур Хабибуллин, представитель Республики Башкортостан в Челябинской области. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, в нескольких пока словах просто расскажите, что это такое будет происходить. Что за ней снимать? Этноконкурс «Уральский Батыр» уже второй год проходит на территории Челябинской области. В том году он был по президентской программе, по президентскому гранту. То есть наша студия «Афарин» выиграла этот конкурс и сейчас уже при поддержке правительства Челябинской области, правительства Республики Башкортостан, проходит такой одноконкурс на территории Челябинской области уже второй раз. То есть это всего лишь второй раз проводится уже? Да. То есть мальчики 12-13 лет, то есть они проходили большое количество отборов, где-то на протяжении целых там четырех этапов серьезных. То есть они проходили, стреляли из лука, стреляли, собирали автоматы, то есть они ездили на джипах, сдавали правила дорожного движения, то есть какие-то там постановочные элементы, связанные с искусством, то есть сделали. И вот буквально в это воскресенье, 14 апреля, в Дворце культуры строителей Челябинской пройдет вот этот именно финал. А как эти мальчики отбирались? Вообще сколько было изначально заявлено? Заявлено было около 40 человек, то есть со всей области. И на самом деле, когда вы говорили, что только из башкирской семьи, это на самом деле не так. Были ребята с разной национальности, это были и татары, и казахи, и башкиры, и русские. И все те ребята, которые хотели просто приумножить, наверное, культуру башкирского народа, коренного народа на Южном Урале, рассказать о себе и как-то продвинуться в этой жизни вперед. То есть, получается, фестиваль носит статус международный, правильно? Ну, межнационального, наверное, больше, потому что все равно это, скажем так, на территории Российской Федерации и на территории пока Челябинской области. Мы думаем, что этот корпус будет в ближайшее время преобразован в межрегиональный. Мы хотим, чтобы он был в федеральном уровне. Что нужно было сделать, чтобы пройти отбор? Они просто заявку заполняют или сразу стреляют? Нет, ребята, безусловно, должны были подготовить свою визитную карточку. Они должны были рассказать о себе, они должны были показать какой-то номер художественной самодеятельности, связанный с нашими национальными традициями, либо спеть, либо станцевать, связанный с башкирским языком, с башкирской культурой. Ну и, конечно, безусловно, один из серьезнейших этапов – это силовая подготовка. Проводил Марий Скаисович Юсупов, председатель башкирского курултая. То есть он уже на протяжении многих лет этим занимается. То есть он у нас такой очень серьезный тренер, борец всеми известный. То есть он их отбирал уже с точки зрения силовой подготовки. Мы еще знаем, что ребята встретились с звездой башкирской эстрады. Я так понимаю, что тренер – это отдельно. Еще вот есть человек, который… Да, да. То есть это приезжал Занедин, это звезда башкирской эстрады, это мультиинструменталист. Он играет на многих инструментах, в том числе на нашем национальном инструменте – это курай. Ребятам очень сильно понравилось. То есть он, конечно, звезду такого уровня. То есть им было очень приятно видеть и общаться вживую. И я так думаю, многим из них захотелось, скажем так, может быть, даже и стать, наверное, такими популярными… Мультиинструменталистами. Да, да, да. Таким популярным, как он, наверное. То есть это заряжает. Ну да, конечно. А вы уже сказали, где пройдет этот концерт, а кто может его посетить? Будут отборочные этапы, правильно? Нет, они все прошли. Да, они все уже прошли. То есть уже все, галоконцерт. То есть уже на самом деле мы пока интригуем. То есть победитель уже известен. Да, но на самом деле он об этом узнает в это воскресенье, как я уже говорил, ДК «Строители». Кто-то станет на шаг ближе к… А что там можно будет увидеть? Какие номера будут? Ну, во-первых, как бы они покажут, опять же таки, свою такую удаль, мастерство. Споют, станцуют. Ну, в любом случае, не хотелось бы, наверное, рассказывать уже, потому что будет неинтересно. Людям, которые придут, посмотреть на это мероприятие. А вот так, давайте тогда сейчас официально пригласим, чтобы… Я так понимаю, что вход там бесплатный? Конечно, бесплатный вход. Все желающие могут прийти? Все желающие могут прийти. В это воскресенье, 12 часов, ДК «Строители», пройдет галоконцерт, финальный именно «Уральский батыр». Единственное могу сказать о том, что 20 мальчиков на Курае будет одновременно играть, и такого, наверное, не было нигде еще, по крайней мере, на территории Чайбинской области. Спасибо вам большое. Действительно, очень интересный фестиваль. Стоит сходить всем. Мы хотим напомнить, что у нас в студии был Амур Хабибуллин, представитель Республики Башкортостан Челябинской области. Поэтому, если вы планируете прикоснуться к башкирской культуре, обязательно посетите это мероприятие. Но прежде не забывайте о здоровье. Если по каким-то причинам чувствуете недомогание, обязательно обратитесь к врачу. Возможно, у вас проблемы с сердцем. Почему так важно проверять сердечный ритм, мы сейчас узнаем в рубрике «О здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова